Поговорим еще про одну страну, которая является нашим любимым южным соседом и с которой мы связывали огромные-огромные надежды. В 2014 год это время, когда действительно казалось, что вот, Рванёв, наконец-то, народ высказал революционное достоинство. В Украине тогда Андрей Николаевич с Какой Бенбекидзе были и предлагали, сделайте, сделайте. К сожалению, никто из руководителей даже не позволит встретиться с легендарным Какой для того, чтобы хотя бы узнать, как можно делать реформу. Но были ребята, которые пытались что-то делать и пытались сделать. И вот Миша, наш дорогой друг из Харькова, подчеркивает, это не Киев, это не Львов, который является таким убежденным украинским инвертарианцем. И они со своими ребятами-организациями занимаются тем, что вот и продвигали идеи свободы. Его взгляд на то, что в нормальной нормальности Украины получилось, что не получилось, какие уроки мы из этого можем извлечь. Я надеюсь, что выступление Миши, оно позволит нам задать вопросы, по крайней мере, себе относительно валидности или поверхности наших собственных убеждений взглядов по поводу Украины. Миша, пожалуйста. Друзья, тему, как обычно, обрисовал Ярослав. Тоже очень много вопросов было к ней. В этот раз, в отличие от прошлого раза, я решил подготовить презентацию такую наглядную, чтобы показать какие-то ключевые моменты, произошедшие за три года. На самом деле, получилось достаточно много. Я еще не все там разместил, что можно было. Поэтому будем быстро проходить по слайдам, останавливаться на каких-то вещах. Естественно, учитывая мои взгляды, я старался отстраниться от этого и дать наиболее максимально объективную оценку. Я думаю, это у меня получилось. Ну, а какие-то там ремарочки, комментарии свои, либертарианские, я буду вставлять иногда. Значит, как вы помните, кто был в прошлый раз, у нас была посвящена на ретроспективе за 25 лет, как мы шли к этому. И вопрос этого, и тему Майдана мы обсудили. Как логичным продолжением является, а что же уже три года прошло, можно подвести какие-то результаты. Вот был Евромайдан. Опять же, хочу напомнить, что успех Майдана заключался не в том, что это были за абстрактную какую-то Европу, а в том, что все, кто собрались там, у них была одна конечная цель. Они хотели убрать Януковича из Донецка. Естественно, самым важным является это подписание соглашения об ассоциации. И вот ретроспектива, как это все происходило, она закончилась вот недавно, 11 июля. Мы считали, что их достоинство было нарушено, да, и они выходили для того, чтобы уже убрать Януковича. Так, поехали дальше. Безвизовый режим, да, это такое знаковое событие, в первую очередь для людей. И надо сказать, что вся моя презентация, она в основном, учитывая мою специфику работы, она посвящена, в первую очередь, тому, что думают люди, да, а не то, что думают эксперты и политики. 30 стран, те страны, которые мы можем ездить без виз, достаточно удобно. Я, кстати, подумал, вот мы сейчас нам ехали, надо было оформить быстрее паспорт, и, может быть, съездить вот в Литву, тут рядышком, в Латвию, заехать. Ну, на самом деле, очень удобно, да, и это открылось окно возможностей, в первую очередь для украинцев, не только посмотреть мир, а и уехать, и поработать. Ну, это уже детали. Вы же, вот в чем отличие украинцев от белорусов, россиян? Законы принимают, вы все ориентируетесь, надо закон принимать, да не надо, вернее, исполнять, да, попробуйте по-другому. Значит, ну, это вопрос тому, а сколько ли было людей, да, значит, здесь у меня будет слайдер, я использую социологические исследования, значит, агент рейтинга, потом Айрай, который проводил исследования о муниципальных городах, которые он три года подряд, в общем, будут слайды. Ну, и какие-то слайды другие я буду использовать, я буду комментировать, что я использую. Вот, кто выезжал реально в Европу, да, как мы видим, наиболее понятно это то, что выезжали в основном приграничные с Европой, там, Закарпаттия, там, Западная Украина и так далее. Ну, Киев достаточно часто, потому что он более богаче. Я декларирую, вот, стало таким вот элементом, такой форматом взрывной бомбы, да, в конце октября, когда первые топовые чиновники подали свои декларации о том, сколько у них денег, каким имуществом они владеют и так далее. И вот наиболее ярко характеризовал это владелец Кортицы, «Кортица водка», вы знаете, да, компания «Черпляк», которая оценивается в 300 миллионов долларов. Вот он написал, что после этого он почувствовал себя, что мы все себя чувствуем лохами, журналистов призвал пересмотреть «Форбс», значит, украинский, и вообще с этой минуты прошу считать меня нищебродом. Ну, понятно, там много информации, массива, вы, кстати, сайт открыт, вы можете посмотреть любую декларацию любого политика чиновника нашей. Значит, это задекларировали нативку, это наличные, да, то есть вы можете посмотреть, кто был. Ну, президент, его глава ранее тоже прекращали. Чемкев у нас, лоббист IT-сферы, как бы, а точнее, Microsoft. Так, дальше вот слева у нас, получается, это Александр Турчинов, глава НБУ, Андрей Порубий, спикер Верховной Рады, Владимир Гройсман, Кубев, кстати, который был перед Гонтаревой, который первый раз обвалил Урину, вот, к нему там тоже есть вопросы. Справа Арсен Аваков, тоже Харьковчан, министр внутренних дел, и так далее. А, Данилюк наш, наш, тише, давайте так, много слайдов, давайте вопросы потом. Александр Данилюк, наш либертарианец, он себя называет либертарианцем в правительстве, значит, Павло Петренко, министр юстиции. Обратите внимание, что справа люди, которые хоть как-то занимались бизнесом, а слева люди, они никогда не занимались бизнесом. Может, Кубев в это участвовал, то есть это люди всю жизнь чиновниками были. Ну, Гройсман в начале 90-х был директором рынка Базара, да? А вот ребята такие, кстати, вот Ярослав говорит, что белорусов нет, вернее, среди белорусов нет олигарха, но Янукович был, вот еще Дубневич, да? Белорусская фамилия, правда? Кто такие Дубневичи? Это реальные люди, которые живут за счет Укрзалезнец. Они выиграют все тендеры, они все осваивают все деньги, которые идут на Укрзалезнец. Это же из народа. Да, из народа, прошу прощения. Наргеб Руслан Дымчак, это фракция БПППРО, ну это уже в Фейсбук, там социальные сети прикол уже делали. Сколько, 133 миллиона гривен, это где-то разделите на 26 получите в долларах. Ну и вот видите, разные приколы, сколько шаурмы будет, сколько лет можно есть, шаурму с телятиной, с сыном и так далее. А вот потом пошла следующая ланка этих чиновников, это, ну, госслужащие, госслужащие, судьи там и так далее, и так далее. Вот хлопец такой, да, глава Державной службы финансового, мониторинг. Вот как он мониторит, это его семья владеет этими автомобилями, да. На нем, по-моему, там два записано, или четыре, не помню, ну, остальные там жена, дед и так далее. А вот сотрудники нацбанка в чем хранят валюту свою, да, показательно. То есть сигнал для того, что надо людям хранить, то есть в виде три четверти в долларах любимая валюта. Значит, вот это декларирование показало, появился такой, вот после Майдана появился такой, у нас, ну, стиль такой, да, общонка стая называется. Общонка, это был генеральный прокурор при Януковиче. И когда к нему залезли в дом, нашли вот такую картину, кто-то ему рисовал, да. То есть это вот такой стиль, бескурсица этих всех чиновников, политиков, богатых людей, то есть, ну, и так далее. И получается, что когда смотрели там разные приколы, там пару человек задекларировали свои церкви, значит, картины, статуи, там, ну, все, 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 все. Так, декоммунизация. У нас прошла декоммунизация, которая, по идее, должна была пройти еще там в 92-93 году. Убрали все памятники Ленина, ну, и все связанные с, переименовали все улицы, переименовали все города. В общем, все переименовали. Я пока как бы сам уже немножко теряюсь. Ну, иногда вернули исторические названия, а иногда просто придумали, потому что у нас есть там города, которые там существуют, там, 40-50 лет. Значит, произошла вот такая Прозора называется. Это вот реформа государственных закупок системы Прозора. Она происходит в режиме онлайн, режиме онлайнового времени. Ну, вот здесь, как бы, мы, либертарианцы, ну, не называем это реформа. Мы, ну, относим это все-таки к косметической реформе. Ну, это своего рода, как в 90-х, машинистка с печатными машинками начали заменять компьютерами, да. То есть каких-то вот институциональных изменений не произвело. Почему? Потому что условия тендера снова пишут чиновники. А как их проводить, или там бумажками, или сидеть, поднимать номера, или там другим путем, оно как бы не изменилось. Но все равно это как бы считается в среде экспертной среды и политиков, чиновников, это вот они считают это таким достижением реформы. Ну, вот, как бы, здесь статистика. Ну, слайды потом Ярослав скинет всем, ну, я имею в виду презентацию, вы можете там более детально посмотреть. Так, что нужно отметить, что для людей было полезно, да. Открылись все-таки административные центры. Они реально работают, они действительно нужно прийти получить справку там любую, оформить сейчас там паспорт, да, значит, загранпаспорт. Кроме того, появилось, это торпедировало эту реформу, ну, такая услугу Министерства юстиции. Это бесплатная первичная права, помощь, это помощь людям в оформлении заявлений, там, исков и так далее. А также бесплатная вторичная правовая помощь, уже непосредственная помощь адвокатов в суде. По качеству я не говорю, потому что нужно отдельно смотреть, как что работает. Реформа МВД, да, то есть, как бы, такая вот ключевая, на чем решили сделать, вот, реформаторы решили все-таки, ну, визитную карточку сделать. Сделать, как получится, как в Грузии, да, то есть, там была она визитная карточка. Она предполагала, что там разделение, другое, да, она сформировалась национальная полиция, национальная гвардия, державная миграционная служба, МЧС и державная прокордонная служба. То есть, такой вот был принцип. При ее реформировании, вот, ликвидировали ОБО, вот такие были ребята, бандиты в полунах, легализованные. Это по борьбе с бандитизмом, да. Транспортную милицию брали ветеринарную, то есть, фактически, там, уменьшили количество их и... Транспортная милиция, это была завтра инфекция? Нет. Это такое. Нет, это то, что в поездах ездят, там смотрят вот это все. Три грани. А, значит, да, кстати, по поводу ГАИ, вот, вчера с Ярославом говорили, у нас три года нет ГАИ, и недавно в Фейсбуке была дискуссия по поводу количества ДТП, и статистика показывает, что они уменьшились. Причем уменьшались в 2012, в 2014, в 2015, в 2016. Смотрите, господа, я вношу вопросы после моей презентации. Значит, дальше. Отношение людей к полиции значительно позитивнее стало, чем было в прошлом. И надо сказать, что несмотря на все проблемы там, а мы, либертарианцы, очень сильно критикуем, конечно же, все это дело, все равно есть подвижки, мы идем потихоньку, люди поменялись, молодые ребята, особенно в патрульной службе, то есть они работают, пытаются что-то делать, действительно, есть какие-то мотивационные факторы для них, но они, конечно, недостаточно. Есть вопросы по реформированию следственных органов, высшего состава и среднего руководства. Многие из них просто прошли переаттестацию, то есть у нас прошла переаттестация и остались на своих должностях. Фактически это люди старой системы. Я могу констатировать, что нижняя планка полиции, она реформировалась, а вот среднее и верхнее звено недостаточно. Можно даже сказать, что вообще надо было реформу делать наоборот. Ну вот так вот, такие вот вещи. Реформа судебная, но она забуксовала, в общем, судьи там кропошатся в своих моментах, нюансах. Надо сказать, что опять же была переаттестация судня, она была прикольная. Там в прямой трансляции было, там нужно было смотреть, это судья объяснял, откуда у него столько автомобилей, там откуда у него 38 участков земельных по 2 гектара, или откуда у него 50 квартир и так далее. Это было все забавно, интересно, но опять же надо констатировать, что большинство судей прошли переаттестацию, ну и мы понимаем, что фактически это реформы, людей-то не поменяли. Но единственное, конечно, система поменялась, структура. Раньше она была четырех уровней, а сейчас она стала трех уровней. Децентрализация, тоже важная реформа с точки зрения ее реализации, но как она проводится, тоже есть вопросы. Значит, идея какая? Нет, мы тут знаем, идея какая. Объединение, происходит объединение громад, это нижнее, как бы, главное самоуправление. Поселокомосоветное? Да, значит, не, нет, это город, это, ну как поселок, село, да, то есть они объединяются в более большую громад. То есть принцип концепции взяла, взята польская. Главным ее идеологом был Анатолий Ткачук. Я в 15-м году в Академии управления писал егоную работу, брал данные и его тоже, да, то есть я писал административно-инвестиционную информацию в Украине. И по ней были тогда тоже вопросы. Иногда она, и просто никого, когда сказали, как бы он проводить децентрализацию, оказалось никого нет в Украине вообще, кроме Ткачука. Позвали Ткачука, и он предложил вот этот вариант. На мой взгляд, эта концепция устарела, и, может быть, поляки ее делают по-другому. И есть к ней вопросы. Но суть в том, что процесс пошел, надо сказать, что за два года должна была она пройти, за три года. И в этом году в УСИНе должны были пройти новые местные выборы, они были 15, когда мы вернемся. Значит, но этого ничего не произошло, потому что процесс снова забуксовал. Например, в Харьковской области должно было уже быть создано там 56 громад, а реально осоздано 5. Вот. Значит, чем мотивируют эти громады? У них получается отдельная статья в национальном бюджете. То есть они не зависят ни от районных властей, ни от областных властей. Почему она буксует? Потому что реформу эту доверили проводить районным администрациям. То есть чиновник, который занимается объединением громад, знает, что после того, как объединятся все громады в районе, районная администрация распускается. То есть он остается без работы. То есть понятно, что он будет все делать для того, чтобы ставить палки в колеса. Борьба с коррупцией, вот это вечная тема, но она важная для Украины. И со скрипом, со скрежетом идут какие-то процессы. Конечно, еще ни одного топа чиновника не посадили. Но уже хотя бы то, что их берут, арестовывают, и они вносят залоги за себя. Залоги такие немаленькие, 50 миллионов долларов, 200 миллионов гривен и так далее. Уже говорит о том, что процесс идет. По этой реформе был создан, опять же, принцип такой интересный. Давайте создадим органы, причем это советуют европейцы. Давайте побольше органов создадим, причем не ликвидируются старые. Ну вот создали новый орган основной. Это Национальное декоррупционное бюро. Вот его руководитель. В принципе остается более или менее независимым. Пытается что-то делать, да? Тоже переключается. Значит, ее функция какая? Это топовый чиновник высокого уровня. Национальное агентство по обращению и предотвращению коррупции. А это угол чиновники нижнего уровня и проверка декларации. Надо сказать, что за год тоже есть вопросы к ней. За год они проверили, что-то там три декларации. И основная претензия со стороны депутатов была. Она выступала руководителем. Значит, Азашо на себе премию назначила 200 тысяч гривен. Ну то есть были такие вот моменты. Специализованная антикоррупционная прокуратура. Это отдельно, как бы, еще одно подразделение, созданное прокуратурой, которое также вот проверяет вот топовый чиновник. И антикоррупционная палата. Сейчас пришли к выводу, что нужна палата, а была идея создать еще и антикоррупционный суд. В общем, это в дискуссии сейчас еще непонятно, как, что она развернется. Вот борьба с коррупцией, как люди оценивают. Как оценивают люди работу НАБУ с точки зрения борьбы со взяточеством. Мы видим, что люди говорят, что 60% неуспешно отмечают. 20% скорее неуспешно. То есть пока люди не верят в борьбу коррупцию, которую осуществляют чиновники сами с собой. Какие наиболее методы, наиболее успешные для борьбы с коррупцией дальше? Люди хотят больше жестких... Наказаний. Да, да. Наказаний. Надо отметить, что коррупционеры эти нашли лазейку в законе, которая позволяет вносить заставу и выходить. И вот эти все топовые аресты, красивые маски-шоу с вертолетами. В итоге потом они вносят заставу в суд и выходят. Мы уже стали упомянуться, что у нас борьба с коррупцией, это как рыбалка спортивная. Поймаю рыбу, показали, сфотографирую, но мы ее отпустили. Так, вооруженные силы Украины. Конечно, важная реформа, она тоже идет за скрежетом, но идет, особенно в связи с последними событиями. Надо сказать, приведу пример, что только недавно, по-моему, в июне месяце провели первые учения по системе противовоздушной обороны с 92-го года. Что-то идет реформирование, но пока реформирование идет условно в ряда наматобеспечения. То есть наладили там как-то обеспечение, питание, одежду и так далее. Оружие какое-то, но оружия очень много осталось еще в советских времен, но они требуют уже перевооружения, но пока пользуемся тем, что есть. Много вопросов, много недовольных. Недовольны как и более радикальные национальные силы, так и мы тоже, да, не бультерианцы. Но надо сказать потихоньку, демобилизация объявила несколько волн, людей с гражданки отпускали, сейчас начинают в основном брать на контракты. То есть этот процесс немножко стабилизировался. А сукармия по численности? Ой, нет у меня цикла. Я знаю, что она была самой крупной в... А, она была самой крупной в Европе, не считая России по количеству. Она, наверное, так и остается. Я не думаю, что ее там сильно сократили. Вот отношение к армии. На порядок выше, чем там условно речи. Ну, то есть люди доверяют, да, ну реально увидели что-то, да, несмотря на те проблемы, которые были в начале, там, 14-го года. Но в целом люди доверяют защитникам. И они очень... Вот воины, ну их называют воины АТО, они, ну, люди их уважают, там, то есть тут вопроса нет, да. А Донбасс, да, главная проблема, конечно, сейчас. Ну, одна из главных, потому что у нас много проблем остается. Конечно, это антитеррористическая операция, то есть продолжается столкновение, ДРГ воюет, да. Вот 3-4 дня назад опять 9 воинов погибло у нас. Значит, и постоянно идут столкновения на направлениях луганских. Ну, столкновения с кем? Вы же понимаете, что на Донбассе армия весь средний состав, это кадровый состав российских спецслужб, российской армии, плюс какие-то там на специальные операции, это тоже россияне все. То есть фактически у нас война, ну, на прямом языком говорить, у нас война с Россией. Так, проблема еще одна важная, это временно перемещенные лица, которые вынуждены были в связи с событиями на Донбассе переселиться внутри Украины. И мы видим, что если не считать там приближенные, допустим, Донецкую область в Луганскую, больше всего переселятся в Харькове, около 200 тысяч. Государство, ну, как вам, государство установило там материальную помощь небольшую, там, как-то пенсионеры, они так же дополнительно дают им деньги. Ну, она незначительная, то есть в основном люди решают сами свои проблемы. Абсолютно. То есть есть жилье, мы тогда, надо сказать, что как-то они их решили, решают, то есть работу они там уже нашли, как-то находят и так далее. То есть государство, ну, абсолютно, не участвует, ну, фактически не участвует в этом процессе. Сравнительная характеристика недавно было исследование о том, недавно, что прощение, ну, где-то да, весной, да, о том, как уровень жизни там на Донбассе оккупировано и то, что в Украине. То есть видите, потребительская корзина в ДНР вставляет 800 гривен, в Украине там 500 гривен, а в ЛНР чуть меньше, да, там 700 и тоже около 500. То есть это для сравнения. Торговля с ЛДНР, значит, у нас же, ну, была блокада в свой уровень зимой, это по схеме Риттердам-Трюс, там чуть позже о ней. Ну, вот отношение людей к тому, что нужна ли блокада. Как видите, почти разделились пополам, 43% не поддерживают эту блокаду, а 40% поддерживают, то есть 17% не определились. Какое решение проблемы на Донбассе? Как думают украинцы о том, как решать, значит, проблему на Донбассе? Синенький, вы видите, это отделение этих территорий, то есть это порядка 10% в среднем, да, 11%. Зелененький, это предоставление этим территориям федеративного статуса, ну, наверное, а-ля инициатива Минска, да, тёмно-зелененький. На данное более широких экономических и гуманитарных полномочий растошованных, то вот здесь, в принципе, повторяют это уже. И, значит, красным выделено это закончить АТО до полной победы. Так что видите, процентов 40, около 40 настроены на то, чтобы продолжать и воевать. А вот это беленьким, селеньким, это что? Это не определилось. Крым, да, ещё одна, как бы, проблема. Надо сказать, что как по Донбассу, так и по Крыму у правительства нет стратегии. Ничего нет такого понятного, что делать и как делать. Единственное, в этом году Министерство образования сделало льготные возможности для поступления молодых людей в украинские вузы из Крыма и из территории оккупированной Донбасса. Значит, тему Крыма в основном привлекает внимание только лишь общественные организации, постоянно напоминают, и Крымско-Патарские тоже организации. То есть только они торпедируют эту тему и напоминают властям о том, что она существует. А власть же старается вообще эту тему не касаться. Как вы думаете, как должна действовать Украина по отношению к Крыму? С зелёненьким это смириться с тем, что Россия его забрала. Порядка 27-28% общая. И сильненькие используют все возможности для того, чтобы вернуть Крым состав в Украину. Ну, имеется в виду, наверное, международный, может быть, кто-то и военный, может быть, и так далее. Так, отложенные реформы. То, что должно было запуститься уже, но так и не запущено. Причём ключевой момент стал как раз закрытие сессии в апреле, ну, неделю назад, да, там, сессии Верховной Рады Украины, которая не приняла там ключевые законы. Приватизация. Обратите внимание, это цифры, значит, где-то 3600 объектов у нас, это целостно-имущественный комплекс в Украине. Ну, типа, там, не знаю, Украинские. Из них в год приватизируются только 20-30 объектов, за последние три года ни одного такого объекта не было приватизировано. Дальше, есть ещё 530 объектов, которые находятся, 530 тысяч, да, объектов, которые находятся в собственности, но они не вошли в уставные капиталы хозяйственных в обществ, но остались на балансе. Ну, там, какие-то столовые, там, что-то там ещё какие-то, лагеря, да, там, санаторий и так далее. Из них в последние годы приватизируют от 500 до 700-700 объектов. За полгода приватизация получена где-то 4,2 миллиона долларов, а это намного меньше, чем было раньше и меньше, чем в 2015-2016. То есть можно констатировать, что приватизация провалена. Земельная реформа, да, то есть с 2003 года украинцы получили, а с 2002, я уже не помню, они получили, была произведена распоёвка, была роздана сельскохозяйственная земля сельским жителям. В общем, главная аргументация, которая была, что им должна быть предоставлена какая-то компенсация за нечеловеческие условия жизни в Присоветском Союзе, значит, в основном получили они землю, но потом же сразу приняли мораторий на продажу этой сельскохозяйственной земли. Вопрос идёт о сельскохозяйственной земле, конечно. Значит, до сих пор этот мораторий существует, хотя надо отметить, кто читал книгу «Иной путь», да, Десота, значит, фактически рынок реально существует, то есть земля продаётся и перепродаётся, но она как бы даётся в аренду там на 100 лет и так далее, то есть рынок реально существует, вы просто нужно легализовать, да. Это отношение людей к тому, как бы, готовы ли они проголосовать на референдум за продажу земли. 75%, но я думаю, она не отрежает реальную ситуацию. Почему? Потому что, во-первых, в этом вопросе участвовали городские жители, которые абсолютно никакого отношения не имеют к этому. Во-вторых, многие участвовали, кто там, владельцы, не владельцы, и вообще люди очень мало понимают ситуацию с этим вопросом. И когда, например, переформулировать вопрос и поставить вопрос «А как вы считаете, а имеет ли право украинцы продавать землю?», то ситуация будет другая. И, кстати, это было на программе Савика Шустера. Сначала он поставил «Нужно ли продавать землю в Украине?». Ну, вот результат, да, 75% против. А когда он поставил «А имеет ли право, могут ли право иметь украинцы продавать землю?», то получилось, что 25% только против. То есть мы видим манипуляцию определенную, и эту тему в последнее время торпедирует Юлия Тимошенко. Власть, посмотрите, не, МФ уже отказалась. Уже Порошенко договорился, что они сказали «Хорошо, мы согласны». Значит, и власть, увидев, что Тимошенко реально во втором туре, если будет сейчас Порошенко, Тимошенко выигрывает выборы, она решила отказаться от этой темы, свернула введение свободного рынка земли. И, скорее всего, в конце года мы не получим отмену моратория от предложения. Медицинская реформа. Закон был принят в первом чтении весной, должен был в июле быть принят во втором чтении и дальше, но не был принят. Опять-таки пошел процесс. Большое очень лобби фармацевтическое, украинское сопротивляется этому максимально. У них есть представители, естественно, и в Верховной Раде, которых они подпитывают. А также это, в основном, сопротивление оказывает главные врачи, местные органы власти, которые фактически теряют контроль над больницами, над поликлиниками и так далее. Ну, а главные врачи, естественно, теряют возможность зарабатывать на этом деле. Мы критически относимся к этой реформе, потому что считаем ее недостаточно. То есть она должна быть более радикальной. И главное, что здесь Супрун, которая проводит ее, она взяла модель, как она сказала, британской медицинской системы послевоенной. Она как бы основана на том, что государство даже должна обеспечивать фактически медицинское обеспечение. Пенсионная реформа. Вроде там бурно начали, они пытались уже ее вводить, но опять же, я так понимаю, учитывая, что два года до выборов осталось президентский и парламентский, они решили опять долгий ящик ее забрать. Значит, главные принципы увеличения пенсионного возраста, там до 65 лет, увеличение стажа, если есть стаж до 35 лет. Если есть стаж 35 лет, то можно выйти на пенсию 60. Значит, для украинцев, которым сейчас младше 35 лет, введение системы накопительной, вот, рабочий стаж, ну вот вы видите тут все, да. А, можно будет купить стаж, если тебе не хватает до 35 лет, до 600-300 долларов. Ну, конечно, клавида. Ну, смотрите, смотрите, у нас пенсия сейчас средняя полторы тысячи гривен, да, там, ну, сколько это было, 100 долларов и 60-70, ну, там, 60-70 долларов, да. Значит, они предлагают за 650 купить, да, ну, цифры не соответствуют, да, Лучше 650 взять и положить себе в матрас, да, чем получать какие-то там эти деньги, еще непонятно, получишь ли ты. Значит, а, отменили они для работающих пенсионеров налог на 15%, которые у нас сейчас существуют. Значит, и предлагают ЕСВ, кто раньше имеет право выходить на пенсию, это типа льготники, там, шахтеры, там, ходят, вот эти, кто работает на вредных производствах, чтобы ЕСВ платили за них дополнительно работодатели. Платили с 22, у которых у нас сейчас до 37 лет. Ну, в общем, пока они ее опять заплатят. Единый социальный внесок – это пенсионный фонд поставленный. Пенсионный фонд, да. Реформа образования. Не пошла там какая-то глобальная такая реформа, заканчивается она пока только тем, что, да, был принят закон об образовании, который существенно не меняет главную мотивацию как учителей, так и заказчика этих услуг, да, и местной власти родителей. Но важно понимать, ну, вся дискуссия сейчас сводится, значит, к тому, что вводить ли 12-летнее образование или не вводить. Конечно, мы против, ну, многие тоже против. Ну, принцип такой, мы еще в Европу идем, а там 12 лет, давайте. А чтоб мозг включить, посмотреть, а надо ли там это, не хватает ли этого. Значит, в высшей школе вообще ничего, как бы, не происходит. Пытайтесь что-то реформировать там, каких-то школ. Но, опять же, это все, знаете, как внутреннее. Там что-то убрали, инструкцию какую-то, что-то не надо, какой-то отчет учителю делать. Ну, это все, как бы, не меняет глобально. Реформа ЖКХ тоже забуксовала. Значит, год назад, до 30 июня, должны были быть созданы во всех городах общество владельцев ОСГУД, ОСГУД, общество совладельцев многоэтажных домов. Потом поняли, что нет, не хватает времени на полгода продлили. А сейчас вообще уже никто об этом не говорит. Главными, кто стали сопротивляться этой реформе, это местные органы власти. Все, не важно, там, Харьков, там, Рябов и так далее. Местные органы власти, которые поняли, что они перестают получать большие деньги на своих схемах. Потому что дом, ну, ОСГУД потом сами решали, с кем заключить контракт, с каким подрядчиком и так далее. Сейчас это дело изо всех раскаивалось, ну, как и у вас, наверное, да. Реформы в Украине вообще, как бы, взглядом экспертов. Пять успешных реформ выделено, это эксперты. Эксперты, кстати, общественных организаций, точнее. Электронная система Прозоро, ну, понятно, они жизнь нам толкали. Электронное декларирование, создание полиции, новые антикоррупционные органы. Не результаты, а уровень, да. Децентрализация. Проваленная судовая, ну, судебная реформа внутренних справ, ну, то есть, видите, так. Реформа державной службы. Вообще принят какой-то новый закон о держслужбе, ну, фактически остается старый, как-то, совет с этими рангами, там, это, ну, ужас, конечно. Налоговая реформа антикоррупционная. Значит, это кто двигает реформу? Ну, конечно, громадские организации, ну, понятно, они сами себя эксперты. 99%. Краина Запада, правительство, президент, население. Ну, опять, основные там проблемы реформы, олигархи, бюрократии. Это вот более правильно, да, олигархи. Правоохранные органы, скорее, те, кто остались тогда. Политические силы, ну, это уже там следствие. Ну, президент, не знаю, я думаю, что реально сейчас осознает какие-то, что реформы. Это что люди думают, какие главные, ну, оно почти все совпадает. Так, и теперь вот вопрос экономики, да, то есть нужно понять, вот, в какое состояние сейчас экономика. То есть мы проговорили вот о реформе, есть какие-то идут еще, но я, как бы, основные выделю. А, значит, теперь, что у нас, как бы, состояние экономики, какие вообще, что там реформы там тоже идут, да. Надо посмотреть, где мы там находимся, индекс экономической свободы, экономической, да. Значит, четыре у нас тут и лиги видим, да, голубого лига, это высшая лига, там, да, там дальше идут вторая, третья, четвертая. Вот мы красненькие находимся в четвертой лиге. Вот это лидеры этих лиг, условно, я их назову, да, там, первой лиги, высшая Гонконг, Синопур, Новый Зеландин, Швейцария, и так далее, и так далее. А вот это низшая лига, да, там, любительская, назовем ее, здесь мы вот на 135-м месте в компании Скотт Дивуар и Виану. Значит, вот это так наглядно, посмотреть, Россия 102-я, Украина 135-я, Румыния, видите, какой рыбочек, да, 22, прошу прощения, 22%, 22-м место, Эстония, Литва, Польша 40%, Казахстан, 9%, ну, это Грузия опять, вот. Так, а это, значит, рейтинг Heritage Foundation, да, Польша 40%, тут у них 5, ну, 5 лиг, скажем так, да, но у них есть еще разделение на Азия, там, ну, так, Европа и так далее. И мы видим, что вот здесь у нас другая компания, здесь вы есть, вас там, кстати, нет, да, здесь вы есть, значит, ну, все то же самое, в принципе, единственное, что тут мы уже не в любительской лиге, а в дворовой, то есть мы можем посмотреть. Вот у нас тут компания уже такая более веселее, Северная, Африя, Афганистан, Афганистан, Суринан, там, Боливия, Куба и так далее. Это 2017, так сказать? Нет, нет, это результате 17, но не данные, по-моему, 16. 16 свободы, а те данные брали 15. Значит, это я строил графики для презентации, взял оттуда слайд, ВВП номинальный стран мира, то есть, вот, ну, видят, ну, это мощность экономики, да, там, США, там, вот, и так далее, США, Китай. Афгани, Германия, Украина, вот здесь, вот, мы занимаем 65 место, следующий такой же, это ВВП, ВВПС, валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности, тут, ну, чуть повыше у нас ситуация, получше немножко, да, здесь мы на 50 месте, ВВП, ВВПС на человека, да, на одного человека, ну, Катар, понятно, это нефть, и Норвегия тоже, Кувейт, то есть мысленно их можно там приколбать. А тут, кстати, был еще этот, Лихтеншейн, я его тоже убрал, чтобы он не дисомировал, он, да, офшор реально, Украина здесь на 76 месте. А это вот такой график, я нашел эту точечку, нашел ее Украину, ее нарисовал, ее выглянил красным, вот она такая, вот здесь мы находимся, вот, в таком тренде. Последняя была, значит, проводили, да, исследование, ну, какой-то рейтинг там очередной, там, о том, какая, где находится экономика, сколько в тени, да, вот мы заняли там почемное третье место. Ну, на самом деле мы, либертарианцы, к этому так достаточно спокойно относимся, это лишь говорит о том, что государство является плохим, ну, как бы, некачественным представителем услуг, и если они не могут это предоставлять, то делай это сам, да, и не надо билиться. Знаковое явление в экономике 2014-2017 год. Это, ну, общие данные там по ВВП, чтобы было для понимания, то есть обратите внимание, тренд на снижение падения, значит, пошел еще раньше, это еще во время на кончик. Ну, кстати, ну, еще во время подготовки к делу 2012, они уже там печатали деньги, там, спад, ну, спад активности и так далее, и так далее. Майдан у нас вот произошел, 13-й год, 14-й год, ну, это конец года, видно, что там сборы какие-то у них были, какой-то склеск непонятный. Может, цены подскочили на металлы и так далее. Дальше пошел тренд, и вот провал, причем провал уже через два года после Майдана там идет, да, а вот сейчас мы вышли на ситуацию 2,5%. Видите, опять пошел подъем, и сейчас опять. Знаковые события, обесценивание национальной валюты, грилы, рост тарифов на ЖКХ-схема, это с точки зрения людей, это важный момент, да. Валюта обесценивалась в три раза, ЖКХ вырос, и сейчас мы, да, пройдемся, и рост цен на товары, и то, что люди говорили. Вот обесценивание валюты, практически было 8 курс, да, сейчас 26. Это вот динамика. Сейчас чуть-чуть стабилизировалось, было 27, чуть-чуть там начали стабилизировать. Динамика инфляции с 2007 года, то есть мы видим, идет она по нарастающей. Инфляция это вот за июль 2016 и июнь 2017, это последний год, то есть остается высокая. Рост цен на товароусловки, это, кстати, последние данные от статистики я взял. Значит, обратите внимание, вот здесь у нас получается провальный 2015 год, и мы видим, что наибольшие выросли как раз по отношению к предыдущему году, там на 50% и так далее. То есть реально где-то выросли цены, вот так если смотреть, в два раза где-то. Значит, это продукты торчевания, то есть продукты питания, это связано. Очень выросли акции из-за сигареты, табака, алкоголь и так далее. А вот ЖКХ, смотрите, вот ЖКХ, видите, какой рост он изначал, один, потом два, да. И там была у нас целая программа в течение трех лет поэтапное повышение цен. Ну, это было связано с приведением цен согласно международным. Основной это газ, конечно, по теплу там сильно цены выросли и так далее. Причем, обратите внимание, основной удар произошел по среднему классу, потому что пенсионеры, они получили возможность, или не работающие, да, там, они получили возможность получить субсидию, которая там фактически 70-80% компенсирует за трат. А, например, если вы зарегистрированы ФОПом, индивидуально предпринимаете, то вы уже автоматически лишаетесь права субсидии. То есть основная нагрузка легла именно на средний класс. Наши чиновники там, которые живут в Канчезавске и политике, у них все дома оформлены на их родителей. Да, да, неправильно, неправильно концепция субсидии. Ее не дают адресно, да, опять, не монетизировано, условно говоря, всем там по 500 гривен. А ты уже решай, дом там, в доме жить, в квартире и так далее, куда тратить. Опять же, старая схема, в зависимости от, там, площади, там, если ты платил, там, 500 гривен, то тебе дали субсидию 450, а если 5000 платил, то тебе дали 4,5. Тысячи? Да. Жилище. Так, экономическое состояние людей, это вот как они думают. Вот сколько, ну, ухудшилось коммунальное, да, вот видите, значительно 80%. Состояние вашей, вот, семьи оценивают 62%, да. Ну, это что они ждут в следующем году, то есть, видите, оптимистов мало очень достаточно. Субсидии на коммунальные услуги, то есть, сколько получают, да, дом и господарств. 30% только они собираются оформлять, а вот желающих оформить практически 50%. Каждая вторая семья хочет оформить субсидию, ну, что это больше не дорого. Знаковые события в экономике с точки зрения бизнеса. Потери рынков России, Донбасс, Крыма, это очень актуально для Харькова, потому что раньше мы были, вот, основные наши рынки, те были. Соглашение о свободной торговле с ЕС, но это касается больше крупных компаний, те, которые получают квоты на торговлю в ЕС, да. Повышение ЕСВ, 800 гривен, но раньше оно было меньше, там, что-то 400. Повышение минимальной заработной платы. Два раза ее повысили, решили, что это даст рост, да, люди начнут больше получать, якобы, больше тратить, и все будет красиво. Ну, а на самом деле это привело к тому, что с официальной позиции выпали вообще малооплачиваемые категории людей. Дворники, уборщики, то есть их сразу уволили, но они продолжают убирать, но и убивают, конечно. То есть они шлифтят. Зачистка фопов, это было сделано в конце года, обязали, это индивидуальные предприниматели, если как, да? Да, физические яйца предприниматели, физическую соку у нас, да, в Украине. Значит, зачистить, что имеется в виду? У вас это яйца, оказывается, в Беларуси, то есть если ты на нулях предприниматель, да, если ведешь, но все равно ЕСВД платишь пенсионные. Твои 700 гривен, естественно, вот у меня висело. Чему это привело? Привело к тому, что иногда, допустим, если я видел, что у меня будет работа какая-то, да, там, контракт. Я заключал контракт на полгода, платил, там, 6 месяцев, это, с пенсионной ЕСВД, да, вот, то сейчас я уже, значит, заключаю контракт, но ничего не хочу. Ну, все ушли в тени, понятно. Резко уже... То есть не регистрируется фопов просто, да? Работает. Как физические лица, на свой страх на лице. Так, я купила, правильно? Да. Или будучи предпринимателями, просто не платят? Ну, смотрите, вот я привел, привел, вот у меня фоп вот, да? Потом висел, висел, потом мне кто-то говорит, слушай, есть там работа, да, давай мы заключим контракт с собой. То есть на трудовой угод он меня не оформляет, потому что это дорого, да, чтобы налог не платить. Он говорит, давай фоп заключим. Да, мы заключаем фоп, я эту налогу выпишу заяву, реанимирую его на полгода. Полгода плачу я этот ЕСВ плюс 5% на третьей категории от оборота, сколько мне пришло, 5% налога. А так теперь, какой смысл мне туда и идти? Я им говорю, слушай, давай ты этот вопрос, этот официальный сам решишь, а мне вот заплатил вот это все. То есть я услугу оказываю, она есть, просто все это ушло в тишину. А резкое ужесточение контроля за бизнес, вот параллельно они пытаются, грозим правительство, вот сейчас мы тут, вот негодяя, не хотите платить, но мы проверим, кто же вас работает, да? Дали больше полномочий трудовым этим инспекциям, как это там называется, и ужесточили штрафы. Сделали какие-то показательные там задержания и все заглохло. К чему это привело? Темно, что взятки для трудовых инспекторов выросли в несколько раз. Как бизнес, как работал, так и продолжает работать. Знаковые события с точки зрения экспертов. Сотрудничество с МВФ, это долгая история, да? Да, там, мы, конечно же, негативно это отмечаем, говорим, что, вот, как Ярослав писал в статье, что ни одна страна с переходной экономикой не добилась успеха, которая проводила реформы, не добилась успеха, вернее, не сотрудничала с МВФ на определенном этапе, на начальном этапе. Ну, потому что МВФ это интервенция не с реализацией, а либо и так далее. Реформа на 1-2 раз. Эксперты обещают самую успешную реформу. Кобелев действительно там провел вот такие внутренние опять реализации, схемы стали прозрачные. Единственное, он должен был, вот, как раз в июле, Гройсман должен был принять какую-то еще вещь, которая, вот, окончательно точку поставила, и Гройсман дал заднюю. А, там должно еще было пройти небольшое повышение цен на нас. Гройсман отказался. Гройсман премьер-министр. Да, премьер-министр. Национализация Приватбанка, но это целая эпопея, я не буду долго останавливаться. Вот, важно, что это самый крупный банк был, где-то порядка 60% украинцев у них были, не, даже 70, 70, да, были у них счета и пользуются, продолжают. Он стал государственным. Причем, была идея какая? Вот сейчас мы его возьмем, быстро проведем аудит и выставим на продажу. Это они обещали в марте сделать уже. Когда провели аудит, аудиторская компания дала отчет что-то в начале мая и сказала, я ничего подписывать не буду, что-то не хочу, я не разобралась там с этим. В общем, в итоге тема захлебнулась, значит, и что с ним делать, что дальше и так далее. Ну, из бюджета, ну, не из бюджета, там на поддержку его выделили, что за США, 25 миллиардов гривен, это миллиард долларов, потом еще до 150 миллиардов довели. Ну, и опять же, это дают те цифры, которые они не могут давать. А что там реально происходит, никто реально не знает, да. То есть, ну, такая вот обоза для одного оплативчика. Ну, и деятельность НБУ. Ну, деятельность НБУ я не буду тут как бы особо... Есть прекрасная статья Андрея Николаевича. Найдете в интернете сайт Гордон, он все разложил по полочкам, как с точки зрения, там, сторонников свободы привела деятельность Гондриева. Единственное, здесь несколько, вот я выделю то, что он отметил ключевое, это обрушила гривену за эти, ну, за эти, там, два года, да, последние. Вызвала валютную панику, увеличила долю российских банков, то есть, учитывая, что у нас такое негативное отношение к России, это выглядит вообще как-то, да, парадокс. Нарастил совокупный государственный месячный долг, растратил международные резервы, снизил инвестиции, позволил, ну, Виктор Макурович, утаить свои активы, не только ему, а из его угроза. И с его доклада, там, несколько слайдов просто, обменный курс тоже, такой, более красивый, не так, а вот вниз, вот, ну, тихоньку, да. Вот резервы, как, формировались с 11, там, по 016, число платежеспособных банков, вот, было в мае 470 сейчас, на февраль 93 осталось. То есть, у меня главный тренд был, это зачистка банков, надо, вот, зачистить плохие банки, сейчас мы, а только она не учла, то, что малый бизнес финансировали, в основном, вот, маленькие, небольшие банки, вот, давай выдавали кредиты, сейчас мы, кто-нибудь выдавали кредиты. Число коммерческих банков на 100 тысяч жителей, да, ну, тоже статистика такая, да, где мы тут, вот они, внутренние кредиты, вот, видите, падение, да, ставки там вообще такие, заоблачные, там, я помню, в апреле, ну, они же там хитро там делают, типа, обслуживание называют, это счёт, а в итоге там получалось, я считал, там, 60% ставка годовых в итоге, сейчас они там вроде как снизились, там, ну, в районе 40, там, ну, это нереально получалось. Так, это вот такая вот ситуация в экономике. Почитайте там статью, да, и она очень интересна, и, как бы, понимает ситуацию. Но есть другая точка зрения в экспертном средовыще нашем, да, украинском, что всё на дело правильно, хлопают ей в ладоши и отмечают, что, да, она всё правильно сделала, и вот она выполнена свою миссию. А вот Ларина, это вообще, агент Путина, или вообще, не стоит его слушать. Да, это есть такая ситуация. Так, по политике. Вот наши любимые ребята, да, последние годы. Напомню, что в мае 2014 выборы президента внеочередные, октябрь 2014 в Верховной Раде, октябрь 2015 очередные местные органы на власти должны были, кстати, внеочередные. Ну, нет, я уже говорил. Происходили до выборов ещё в мажоритарных округах Верховной Раде эти годы, а также вот ключевой момент, выборы в объединенной территориальной громады, это согласно вот реформе децентрализации. Напомню, что у нас система смешанная, половину выбирается по спискам, половину выбирается по мажоритарным округам. Мы, ну, даже, ну, сторонники того, чтобы избавиться от мажоритарных округов, это нахронизм советский, там, больше всего, манипуляции идёт, и последние выборы, на которых я работал, там, на одного кандидата, показал, что выиграли все кандидаты, которые просто раздали деньги избирателям, ну, просто, и они за счёт этого выиграли выборы. Так, это результаты 2012-го, для понимать, смотрите, партия Римова 30%, да, Батькивщина 25%, удары это Кличко, это сейчас БПП они явились там 14%, партия 13% и Свобода, вот, ну, такая национально-социалистическая, да, партия, которая прикрывается таким-нибудь словом Свобода. 14-й год, неочередные, то есть, смотрим, что тут, оба, появился новый фронт, да, это партия Яценюка, да, 22% они выиграли выборы. БПП-блок Петра Порошенко, куда влился удар, самопомощная партия, лидером, который был, ну, есть садовой, это мэр Львова, да. Оппозиционный блок, это бывшая партия регионов, видите, уже 9%, партия Ляшка, которая, кстати, вот здесь была всего-навсего, 1%, сейчас уже, вот, он, почти 8%, партия Батькивщина, смотрите, как слезла, да. Несмотря на то, что Яценюка из тюрьмы вышла и так далее, прошла президентская кампания, ну, вот, всего 5,5%. Свобода уже не попала, а вот, кстати, обратите внимание, главная старшилка была, партия Правый Сентр, 1,8%. Да, я, это текущая ситуация расклада Верховной Ради, это наши места до Верховной Ради. Вот добавьте тех мажоритарщиков, мы получаем, что самая большая франция, это партия Порошенко, 33%, красненький. Дальше идет Народный фронт, оранжевый, 19%, позофракционный, это внефракционный, для тех, кто по мажоритарным округам. Оппозиционный блок, 10%, всего, самопомощь, 6%, ведроджиня, 6%, ведроджиня, это бывшие партии, это бывшие партии регионов, депутаты. Олег Лешкот, 5%, Батькивщина, эти 4,7%, и воля народа, это возглавляет Владимир Викторович, бывший спикер парламента. Интриган тоже политический, междустанники. Вне парламентские партии новые, которые, возможно, кто-то из них попадет в парламент будущий, если там будут неочередные выборы, либо через выборы через два. Рух Новых Сил Саакашвили, он возглавляет партию. Ромадянская позиция Гриценко, он был министром обороны Привищенко. Свобода, причем объявили о том, что они вольются в единый такой фронт националистический, это правый сектор, и национальный корпус. Национальный корпус в основе его лежит АЗОВ, национально-социалистическая организация, которая выбыла батальон АЗОВ, который освобождал Мариуполь. Не, украинская армия, они освобождали Мариуполь. Значит, костяк это объединение составляет Харьковчанин. Вы не удивляетесь. Наш край, это бывшая партия Реминового Бедрожия. Вот эти проекты, они идут все под влиянием администрации президента. За житие это Рабиновича возглавляет, тоже Харьковчанин, второй Мураев там, ну, плотная сотрудничество с Россией и так далее. Демократический альянс, это вот новые люди, молодые политики, бывшие журналисты на ЕМ, Мустафа, на ЕМЦ и Елещенко. Сила людей, кистика, есть партия 5.10 во главе с Балашовым, который себя называет главным либертарианцем. Он так себя и называет. Значит, и общественная политическая платформа Савченко, она сейчас вот объявила буквально на днях. Но, как бы, доверие к Савченко, ее популярность, там, забота о ней, все украинцы, они беспокоились, там была на уровне 80%, сейчас там она упала на уровень 1%. Так, а почему упала? Ну, потому что она вплотную работала и работает вот с людьми, которые близки к Медведчуку. Медведчук, Медведчук, это кум Путина, да, напоминаем. Текущий рейтинг партии. Это ЕМЦ, рейтинг. А вот смотрим на текущий рейтинг, да, Батьевщина 11%, оппозиционный глагол, ВПП 8,3, видите, ну, Лешко, там, ну, Зажитяу. Рабинович такой, очень популярен, ну, он такой популист, хорошо говорит там. Ну, то есть те, кто может реально попасть, да, свобода, видите, попадает. А вот где у нас, смотрите, ищите Народный фронт. А нет, Народного фронта. Народного фронта сейчас рейтинг меньше 1%. Это результаты двух правительств Яценюка, он был, как бы, ну, фактически два правительства он возглавлял. Вот это результаты его деятельности. Текущий рейтинг политиков, да, Тимошенко, Порошенко, Бойко, это группа Фирташ, это бывшая партия регионов. Ну, газ, нефть и так далее, да, вот он же, этот Рабинович наш, да, ну, собственно, как бы и все, да. Ну, Сапшенко-4, как сама, да, обшибся и не один, а 4. Рейтинг доверия, значит, политика Петра Порошенко, вот такая вот, как было. Это у нас здесь начало, это 13-й год, ну, год 14-й, да, вот, пересечение, это как раз пострелям Майдана, да, февраль. Вот было, как у него, да, вот как стало. Красненьким это не, ну, недоверие, да, понятно. Пошли дальше, Тимошенко. У Тимошенко все стабильно, Майдану все стабильно. Высокий уровень недоверия он всегда был, да, ну, и очень маленький уровень доверия. Так, это я ценю, то есть тоже наглядно, да. Вук, вот, все, вот так дроводится, все понятно. Михаил Саакашвили, уровень недоверия к нему вырос. После его губернаторства в Одесской области. Многие считают, что он ничего не показал, много говорит. Ну, и надо сказать, что вся его риторика сегодняшняя, она такая, достаточно попсовая, как мы называем, популистская. Он говорит то, что хотят слышать. То есть, ну, совсем не похож на, как бы, реформатора, который двигал либеральные идеи. Был чуть выше сейчас, вот, вот такой уровень доверия. Так что, видите, мы традиционно украинцы относимся достаточно к скептическим, негативным политикам. И это хорошо. И обновляем их быстро и часто. Ситуация с медиа. Значит, ситуация с медиа. Значит, смотрите опрос социологический о том, кто что смотрит. Да, это начало февраля. Телевидение 58%. Интернет 30%. Пресса умерла, все. Радио тоже. Ну, основной в автомобиле. Из каких источников украинцы получали информацию о политических событиях? Центральные телеканалы, понятно, да? Интернет 30%. Родственники знакомые. Да, да. Социальные сети 20%. Разговоры, слухи, ну, все остальное. Местное это вообще просило, это раньше было, ну, и так далее. Каким источникам информации о политических событиях украинцы доверяют? Центральная телевизора 40%. Да. Украинские интернет-СМИ 19%. Родственники знакомые, социальные сети 9% и так далее. Нет таких, 30%. Никому не доверяем. А теперь, учитывая, что влияние всех украинских телеканалов очень небольшое, да, поэтому вот отдельно выделяем вот опрос такой. Влияние, да, рейтинги. Украина принадлежит Ахметову. Телеканал. Телеканал Интеру принадлежит группе Бойко, Фирташ и так далее. Телеканал 1 плюс 1, Коломойский. Ай-Си-Ти-Весты-Новое, Пинчук. Да, это... Взять Кучку, да. Ну, у него в основном вот эти надо дать должное развлекательное телеканал, но тут есть новостные блоки. Интерн тоже Ахметов там приближен. Канал 112. Раньше были связаны вроде люди, как с этим, с бывшими командой Януковича. Неменко, по-моему, сейчас вроде инсайдерская информация, что вроде его Аваков прибрался. Ну, нет уже. Все, до свидания. Нет, пятый никто не смотрит, ребята. Если еще... Да. Вообще общая ситуация с медиа, вот охарактеризован, это блок у нас, блогеры, там, любимый ресурс в Харькове есть, Павел Федосенко. Вот он и как бы описал там по пунктам, 10 пунктов, что у нас происходит именно с качественным контентом. Куда докатилась журналистика. Ну, понятно, что у вас там и в России совсем дела плохие, но мы, особенно для меня, больно видеть, потому что Харьков, он всегда был таким... в авангарде, вот развитие СМИ, был один... В 90-м году появился там коммерческий телеканал, там, в общем, все развитие было. Там был Аз Ложкин же наш, вот медийный олигарх, вот это из Харькова он вышел. И я как бы смотрю, вот свои общественные деятельности, у меня три поколения журналистов прошло, как бы я здесь, я не на той стороне вопроса, я смотрю, но идет, как бы, такая вот деградация, да. Вот, как бы, поэтому нужно качественного контента, к сожалению, журналистики. Все сводится к тому, что просто взять пристрелец, скопировать, контр-С, контр-В ставить. Экспертные мнения раньше, ну, есть такие правила, да, три мнения надо, там, за, против, нейтральное, да, уже просто подается мнение за, условно говоря, и другие мнения не учитываются. Ну, это вот такая вот важная черта, вот, с точки зрения профессиональной журналистики, как они подают информацию. А и надо сказать, что у нас, как бы, много сейчас, такое явление появилось, называется парахаботы, да. Это те, кто работает на действующую власть, и которые просто подают манипулятивную информацию, вот, с точки зрения интересов власти. Как часто вы пользуетесь интернетом на протяжении недели? Минимум, вот, минимум раз в неделю, смотрите, 65% украинцев, а в общении пользуются 30%, вот, динамика по годам, 12-й год и так далее, это никогда было, синий – это никогда, оранжевый – это каждый день, то есть растет, каждый день 40%. Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего? Фейсбук – 48%, ВКонтакте – 44%, Одноклассники – 43%. Запреты не подействовали на это, почему? Потому что достаточно просто через ВПН зайти на любой российский сайт или соцсеть и так далее. Ребята, ну, какие запреты могут действовать в Украине? Гражданский сектор – это больше моя профессиональная деятельность. В нем прожила, вот, я тоже констатирую факт, что немножко, конечно, гражданский сектор есть, но дело, мне кажется, немножко не то, что надо. Отношение людей к гражданскому сектору, к общественным организациям. Видите, в целом позитивно, большинство украинцев в разных регионах, они относятся позитивно. Кого доноры поддерживают? Значит, я говорю со спецификой региональной, она соответствует вообще всей Украине, кроме, как бы, Киева, возьмем так. В основном три направления со мной. Это вечная тема борьбы с коррупцией, тема децентрализации, но децентрализацией, да, вы можете заниматься, помогать объединяться громадам, но совместно с властью. ВПО АТО, ну, временно перемещенные АТО, ну, тут как бы, все логично, все понятно. Вот, вот, мне как бы предлагают заниматься этими темами, но я не хочу эти темы, потому что, ну, они ни к чему не приводят, они бесполезны, да. То есть, многие общественные организации, их много повезут, многие инициативы. Они сейчас занимаются, я не могу понять, чем они занимаются. Начнете с этого, приедете? Сейчас, секундочку. Значит, поэтому я очень критично отношусь к ним. Значит, особенная ситуация плачевная в Киеве. Киев живет своей жизнью, у них оторванность от реальности. То есть, когда ты приезжаешь, постоянно проводятся какие-то форумы, конференции, семинары. Но когда задаешь вопрос, для чего вы это все проводите, как бы, ответа нет. Процесс ради процесса. Ну, я не говорю там про осваивание денег и так далее. Есть и такие люди, которые на этом пытаются заработать денег. Но каких-то конечных, понятных, достижимых целей не видно. И каких-то результатов, что они хотят добиться. Я понимаю, что есть, как бы, такая текущая деятельность. Нужно как-то, может, пытаться бороться со следствиями, там, с коррупцией, да. У нас есть в Харькове достаточно такая сильная организация, Харьковский антикоррупционный центр. Там молодые ребята, они пролиберально настроены. Ну, с другой стороны, они мне говорят, да, мы понимаем, что это не излечит коррупцию, да, не решит ее проблемы. Но надо же хоть что-то делать, да. А мы говорим, ребята, либертарианцы, надо источник коррупции убирать. Меньше уменьшайте полномочия чиновников, и не будет коррупции. Так, это вот пролиберальные ГО, инициативы, которые... Есть какие-то еще, но, например, более-менее, которые там в нашем тренде, да. Центр Бентукетзе, это вот грузины, Вашадзе возглавляют, инновационные, у них три офиса, по-моему, в Нью-Йорке, в Грузии и в Украине. И РИД, это интернет-журнал РИД, который поддерживает Атлас Нетверк. Ну, собственно, вот они как бы в одном холдинге, вот эти все ребята, да. Есть еще у нас кейс «Украин» и «Цена державы», это их проект. Значит, там вызовляют Дмитрий Боярчук и экономисты, это Владимир Дудровский, да. Более-менее, не хуй про либеральность. Ну, либеральные инициативы, это мы в Харькове, да, вот это тоже Украина-либеральная, это Владимир Рапопорда, да, тоже Харьков с Харьковчанином. Значит, вот наш такой вот холдинг. А нас немножко рекламное нас, да. Смотрите, вот наш буклет, кому надо тот возьмет, значит, захочет взять. Мы решили сделать Харькович широкую коалицию, объединить туда и либертарианцев, вернее, ну, всех либертарианцев, более-менее умеренных там, либералов, немножко даже левых, да, решили. Мы написали такой манифест «Краеугольные камни», где нас, что нас объединяет и в какое-то там направление. Есть еще проект «Либерти Эдюкэйшн Проджект». Это такой сайт ресурс, значит, это анкаповский проект, то есть анархокапиталистический, да. В Киеве достаточно большое сообщество образовалось анкаповцы. Вот мы, ну, мы, когда проезжал туда, провели первую конференцию в Киеве в 2016 году с докладом и так далее. Единым там двигателем является публицист-колумнист Владимир Золотарев, может, вы читаете его мероприятие. Ну, есть такое явление, но интересно, и как бы можно тоже посещать. Там размещаются переводы американских авторов, института МИЗИСа, других там про-либернарианских, про-анкаповских идеологов. Так, что я еще хотел сказать. У вас ручки, вы здесь получили, я здесь не упомянул. Есть у нас организация, сейчас уже работает. Украинские студенты за свободу. Students for Liberty, да. Значит, ручки есть. И мы еще потом разыграем завтра-послезавтра с Ярославом подарочные футболки. Одну из них они предоставили. Вот они тоже там такую деятельность начали. В основном, естественно, с студентами, с молодыми. Так, что общество? Что наше украинское общество? Да, поехали дальше. Что думаем? Значит, это мнение людей о том, где мы находимся. Вот большинство отмечает, что мы в хаусе. Развал, хаус, изменения вот около только там 50%. Институции. Поддерживаете ли вы деятельность института президента? Это по регионам. Но в целом мы видим, что вот светленькая здесь это 14-15 год, это 17-й синий. То есть вы видите общее падение. Раньше поддерживали, сейчас нет. Парламент аналогично. Отношение к перевыборам. Значит, вверху это Верховный Совет, это президент. То есть в целом люди поддерживают перевыборы, вперед на выборы. А почему нет, можно подзаработать лишний раз, дело хорошее. Выберем других. Это правительство. Отношение правительства. То же самое падение. Нет, ну там шкала есть своя, она 3 балла называет. От этого балла просто, да. Значит, это вот из опроса, который Айрай, ну, под руководством Айрай делает за деньги Юсейда и посольство Канады, в последний раз они делают. Это вот интересная статистика, это отношение регионов. Одних, вот зелененьким, вот говорят, что мы движемся и Украина, и наш город движется в правильном направлении. Вот это говорят, что наш город в правильном направлении, а Украина не в правильном. А это, значит, говорят, что в неправильном направлении и Украина движется, и город. Вот обратите внимание, Львов, там, да, то есть Западная Украина тоже, мне довольствия достаточно. Это рейтинг областных центров. Фактически, это уровень комфортности проживания. То есть, как сами люди оценивали комфортно ли им жить. Винница, Харьков, видите, здесь, хотя у нас одиозный мир. Ну, такой у него стиль управления авторитарный, да, и так далее. Киев, кстати, и многие подтверждают, вот с точки зрения комфорта, он плохо организован, и так далее. Многие хорьковщане, кто туда уехали, живут, там, работают, сейчас они это отмечают. Уровень доверия городскому голове. Модавляющее большинство там кермису доверяют, там, что 73%, высокий остается, и так далее. Отношение к судам, недоверие к судам, видите, в судебной системе. Церковь, высокое доверие остается. Тут не имеет значения, какая-то. Напомню, у нас, слава богу, у нас несколько православных церквей, есть московские подряда, киевские, есть и украинская автокефальная православная церковь. Это прекрасно, они конкурируют между собой, ни у кого нет манопольки. Ну, про протестантов это другой момент. Вопрос НАТО, да, если бы проводился референдум о НАТО, что у нас, вот 14-й год и вот сегодня, да, то есть агрессия России, да, сыграла свою роль, сейчас уже 43% за вступление НАТО. Ну, понятно, тут нет части Крыма, там, я думаю, тоже Бавлияло, Донбасс и так далее. И против вступления, то есть меньше людей, кто против, но больше, кто за. Да, оцените, вероятно, доверяете ли вы таким странам и международным организациям, каким вы доверяете больше всего? Я вас поздравляю, да, Беларусь, 60% доверия, да. Потом... Как мы вчера с шашлыками работали над этим, чтобы доверие росло? Европейский союз, Канада всегда был наш такой... Тише, тише. Канадцы были всегда такими нашими партнерами, которые мы всегда... А, вот Россия, смотрите, раньше у меня было 60%, сейчас смотрите, какой он, 18% и уровень недоверия 21%. Как Украина, так, так, так. А, какой, куда ехать, в смысле, да, к вам, мытный союз или в таможенный союз или европейский? Видите, сейчас больше... Раньше, кстати, было 30 на 30. 30-33, вот так, одна-трид туда, одна-трид туда, одна-трид никуда, да. Ну, мы здесь, конечно, никуда нам не надо. Как, кстати, и националисты, да, то есть они тоже. Как, на ваше мнение, экономические отношения с Россией должны выстраиваться, да? Вот синим кем это значительно... Ну, полностью прекратить. То есть порядка трех. Вообще полностью поставить стену, закрыть любые отношения и так далее. 35%. Частично ограничить 23%, то есть, в целом, 57%. Ну, кто, что ничего расширить, выступает 11%, в основном, приграниченный с Россией. Значит, вопрос предоставления государственного языка российского, да, русского языка. Вот вы видите, значит, это у нас, что было... В 2009 году, да, 50% за, 40% против. И что сейчас? Вот это результаты российской агрессии. 63% Крыма. 60%, да. Ну, Донбасс половина, скажем так, а Крым, да. Так. Как вы, это вопрос, георгиевские ленточки у нас запретили, там, их носить на законодательном уровне. И там националисты бегают, вылавливают этих всех с ленточками. А это, значит, как вы относитесь к запрету соцсетей российских? Видите, 57% против. Ну, мы тоже против, потому что мы считаем, что свободу не должна обманчиваться. Отношение к протестам. Вот интересно, да, все это того, что, ну что, когда же мы опять очередной мэн? Как вы думаете, многие думают, что да, не исключено, что будут протесты. 60%, около 70%. Но поддержать их, как бы, условно говоря, сидя на диване дома, только 41%. А активно принять участие 38%. Понятно, этого достаточно. Так что все может быть. А что послужит катализатором, неизвестно. А может быть, это послужит, это интересный такой кекс у нас, к тому, что не нужно ждать закона милости от чиновников, от государств, политиков, а делайте, создавайте новую реальность. Значит, у нас есть проблемы с воздействием автомобилей, у нас одни самые дорогие автомобили. Это есть лоббистская группа у нас, в которую входит ЗАС, это ВАСА, Дзи Святош, там пророссийский, в Харьковчане, команда Порошенко тоже там и так далее. То есть, для того, что, если мне подарят автомобиль в Европе и в Америке, я его везу, мне это обойдется где-то 12 тысяч долларов, чтобы уплатить все пошлины от этого всего. Но благодаря подписанию CES, соглашению торгового сотрудничества, появилась лазейка, которую успешно люди сейчас используют. Значит, регистрируется фирма в Литве или в Польше, покупается эта фирма автомобиль, а украинцу дается право пользоваться. И он заезжает на этом автомобиле с европейскими номерами, с литовскими, там, польскими, и спокойно на ней катается. Не надо ни на учет ставить, ничего не надо делать. Таких людей, ну, тут пишут... У нас нет техосмотров, их отменили. Да, значит, смотрите, тут описывается полтора миллиона, думаю, завышенная цифра, но, думаю, где-то 1800, к концу года их миллион будет. Они уже сделали общественную организацию. Ну, это в Харькове такая автоевросила. Значит, политики, лоббисты, да, они пытались как-то приструнить и там полиция задействует. Ну, сейчас уже все. Ну, что ты сделаешь, мили? Провели они пару протестов, перекрыли пару раз там на пару часов улиц центральной. На этом как бы решили, не будем удораживать их. То есть, фактически, я думаю, еще угодит, там, пару миллионов уже будет. Ну, и это вот такая вот сила. И политики уже начинают высказываться. Давайте этот вопрос надо как-то решать. Они предлагают, говорят, мы готовы каждый год 200 баксов платить, просто так вам, чтобы вы нас оставили в покое. Ну, политики хотят, ну, они не знают, что хотят, потому что есть лоббисты определенные. Но я думаю, что я думаю, что учитывая, что политики всегда подстраиваются под мнение людей, и чтобы не вызвать Майдан и так далее, очередной авто Майдан, да, я думаю, они пойдут на уступки и мы будем ездить с автомобилями с европейскими номерами. Так, какая же нормальность ожидает Украина? Кстати, еще во второй кейс, такой я здесь не указал, это есть такая, ну, коалиция объединилась в поддержку того, чтобы легализовать свободное ношение оружия. В Украине очень много оружия после войны, причем, если министр РНВД раздал всем, как это называть, когда дают, дарят, на родное оружие там, да, там, все там пораздавал, то почему нам не могут это раздать, это дарят, да. Поэтому такая коалиция достаточно, ассоциация с бронейки Украины, мы поддерживаем, выступаем, нас в этом вопросе свободно, кстати, поддерживают, и выступаем на том, чтобы легализовать свободное машинное. То есть, по нашему закону получается, что автомат ты можешь там дома иметь, там, условно говоря, там, сайгут там этого, а пистолет там ты должен держать сейф, но сеть не можешь и так далее. Тем более у нас вырос уровень преступности, вот, и, ну, как бы это, ну, есть аргументированные факты. Какая же нормальность ожидает? Авторитаризм или демократия, да, экономическая свобода или государственный патернализм? Чего же хотят украинцы? Обратите внимание, да? Красненьким выделено хотят порядок. При любых ситуациях даже ограничение демократических принципов свободы. А синеньким и свободу, и демократию. Дальше. С какой идеей вы согласны? Государство должно больше брать ответственности на себя по обеспечению каждого гражданина. То есть, в мозгах патернализм живет и процветает. Либо, значит, люди должны больше брать ответственности за обеспечение своей жизни на себя. Синенькая. С какой больше идеей вы согласны? Обратите внимание, что государство должно дать больше свободы для развития бизнеса. Что-то там, а не там одно, а здесь, ну, непонятно, да? Что-то у людей, у украинцев в голове что-то не то не может. Красное, либо контролировать деятельность бизнеса. Но я думаю, что здесь они рассматривают бизнес как дуяную корову. То есть, политиками навязан миф о том, что вот надо больше дать предпринимателей, но для этого, чтобы они больше зарабатывали, дать им больше денег, тогда они больше налога заплатят. Так, собственность частная или государственная? Синеньким. Следует увеличить частную собственность в бизнесе и промышленности? Ну, в какой-то странный вопрос. Ну, ладно, в среднем 30%. Не, больше собственности должно быть собственности государства. Это, пожалуйста. Ожидание людей в экономике. Что там в следующий год ожидает? Ну, видите, сереньким это у нас. Останется как есть, да? Голубеньким что-то должно улучшиться. А синеньким это такие оптимисты. Светло-красненьким чуть хуже станет, а здесь еще хуже станет, да? Видите, то есть ожидание, что будет еще. Что делает вообще парламент, да? Фактически. Вот в июле месяце, там последние полгода, они приняли в июле закон о конституционном суде, который усиливает роль президента в судебной системе. Обязывающий представителей антикоррупционных общественных организаций подавать электронные декларации на ровне с чиновникой. То есть это алаверды к е-декларированию, да? Расширяющий полномочия полицейских при задержании. Это закон полиции. Усиливающий регулирование медиапространства. Это возможность там, ну, опять же, с пророссийской тематикой. То есть нужно запретить. Ну, запретили вещание каналов там блокировать. И так далее. Ограничивающий возг книг российских издательств. Уже там не приходят. Ограничивающий пользование сетью интернет. То есть эти запреты в соцсетях и так далее. То есть все такие вот сигналы, которые говорят... А, сейчас они, кстати, хотят продолжить, что вот, мол, провайдеры не выполняют закон, а надо их вообще зажать и вообще их лишать лицензии и вообще их бизнесы закрывать. Значит, вот эта фраза, которую сказал Гройсман, когда его проголосовали за избранием премьер-министра. Я вам покажу, что такое управление державой. То есть это вот как... Да, Андрей Николаевич говорил, вот надо понимать, как эти люди думают, поэтому от них и ожидать, да? Их действия, да? О чем они думают. Вот он, сейчас пошла пиариться новая тема. Капитальный ремонт Украины, да? Ведрожжевая национальность. То есть не новую строим, да, капиталистичную, а вот ремонт сделаем. То есть вот это смысл такой, да? И вот последняя инициатива, забавная, 10 июля. Значит, что они предлагают, что он сделает? Сделает, предлагает сделать при кабине совет премьер-министра всех, которые идут в Украине. Куда входят все? Фокин первый там, 91-92-й. Кравчук, Марчук, Паша Лазаренко, будем с ним там со штатов с тюрьмой, с тюрьмой с ним общаться, Ющенко, понятно, Кинах, Янукович, Димашенко. В общем, все вот эти вот неудачники, которые на протяжении 25 лет вот держат Украину вот в таком состоянии, да, то есть рада неудачника. И он пишет, такое решение было бы хорошим механизмом обмена опытом, который накоплен за 25 лет. А можно больше послушать? Прогноз, значит, это прогноз последний Всемирный банк дал. Раньше Гойсман говорил, что 5% будет, да. Ну вот даже Всемирный банк сейчас что-то немножко 4. Но они во всех СМИ, там, Бархоботов, говорят, класс, это же достижение 4% в 2019 году. Конечно, мы, либертарианцы, говорим, этого недостаточно. А у нас спрашивают, а что вам надо? А мы говорим, а, и вот если сделать прогноз, когда я как-то рисовал диаграмму, просто я взял результаты ВВП, ВППС, значит, текущие там суммы и просто прибавил средний, значит, по году прибавлял средний ВВП, рост ВВП ежегодный, да, за последние 5 лет. То есть, грубо говоря, через 25 лет Сингапур здесь, выросли здесь. Ну, это, конечно, условно, это не точно. Это я просто продемонстрирую. А вот, что предлагал Гойсман. Он говорил на тот момент, когда я делал, он говорит, нам вот 5% будет, вообще, мы там будем колоссальный рост. И вот через 25 лет это будет вот таким образом. А мы говорим, что маловато 5%, надо хотя бы, ну, минимум 10%. Для чего? Для того, чтобы вот Китай сейчас здесь, ВВП на ВППС, а будет, ну, если останется динамика в 7%, условно говоря, там 25 лет, да, а будет вот здесь, там, они могут Германию там догнать, условно говоря. Вот, если мы хотим, чтобы мы с Китаем вместе были, вот, в РОИ, нам вот нужно не меньше 10% ежегодно. А для того, чтобы добиться этого, нужно сократить расходование бюджета общего, да, ВВП, то есть мы говорим, что надо 20-20% государства не должно расходовать. На что направить? Ну, начинаем с самого важного, там, пенсии социальные, 8-10%, армия суды, там, милиция, там, усорганы, 10% не хватает на армию, режем милицию, режем усорганы, даем и так далее. Образование, здравоохранение, ну, естественно, принцип адресной прямой помощи, как и студентам, так и нуждающимся в лечении. А вот, это слайд Андрея Николаевича, сразу говорю, да, а вот, значит, государственные расходы, которые сейчас есть, вот видите, тут вроде спад, динамика на спад, прекрасно, до 40% в прошлом году. И тут уже правительство говорит, все, мы отодна оттолкнулись, надо больше расходов. И это, значит, поддерживает МВФ, который соглашается, что да, давайте увеличивать эти расходы до 2020 года, до 46%. То есть, можно, значит, можно предположить, что в экономике у нас будет продолжаться вот такая вот стернация, да, а в политической жизни, там, ну, мы движемся, вот, небольшими шажками, но в таком вот авторитаризме. А вот, параметры новой нормальности, да, то есть, например, того, сути наших реформ, в Запорожской области памятник Ленину переделали в Гетмана Шуны Павора. Да, да, вот такая бы характеристика наших реформ, то есть, внутри самок, да, но, заменили его, интернационализм, манационализм, да. Ну и вот я задаю вопрос, неужели это параметры наши новые нормальные. Ну и вот назад будущее, да, что нас можно ожидать. Спасибо за внимание. Спасибо большое.